Добрый день, здравствуйте, вы на канале Фундаментальный подход. Сегодняшний выпуск решил записать на тему отопления, а именно в чем нас обслуживающая компания, так сказать, обманывает с точки зрения потребителей их услуг по отоплению наших с вами квартир. Сразу скажу, что в этом видео все, что буду рассказывать, это сугубо мой субъективный опыт, но это не означает, что это не может быть применимо к вам, и, собственно, это не означает, что ваш застройщик не поступает так же. Тем не менее, равносильно и обратно, что если у меня это случилось, не значит, что ваш застройщик точно такой же. Вы уже должны сами провести такое небольшое расследование и понять, какие причины ваших переплат за отопление могут быть. Моя же задача здесь вам просто рассказать о своем опыте, поделиться находками и рассказать вещи, возможно, которых вы не знаете относительно отопления вашего помещения, что на это влияет, от чего это зависит и какие-то точечные нюансы рассказать. Сразу скажу, что их будет немного, но они будут очень важными. Итак, первое, с чего я хочу начать, с предыстории. Почему появилось такое желание записать видео? Я думаю, очень многие часто встречаются с такой ситуацией, когда вроде бы у вас батареи не сильно греют, при этом приходят большие счета за отопление от застройщика. И многих из вас удивляет, почему так случается. Дальше второй сценарий, когда вы действительно хорошо отапливаете квартиру, но в ней недостаточно, все равно тепло. Вроде как вы за все заплатили, за батареи, за трубы, за стяжку, за стеклопакет от застройщика и вроде все равно в квартире холодно. Сегодня вот как раз об этих нюансах мы поговорим. Я расскажу вам вещи, про которые обычно не принято говорить. И те люди, которые о них знают, в основном не делятся информацией. Но я хочу с вами поделиться, потому что эта информация, я считаю, может вам помочь. Итак, давайте начнем с того, что поговорим, от чего зависит теплота в вашем помещении. Ну, я уже делал выпуск про теплопотери. Здесь я скажу, что тепло в ваше помещение, в вашу квартиру покидает либо через окна, либо через двери. И поэтому, если у вас установлена какая-то некачественная входная дверь, допустим, без трех контуров, уплотнительных резинок, или стоят самые бюджетные, дешевые окна от застройщика, то будьте уверены, что сколько бы вы тепла не подали в помещение, теплопотери у вас будут высокие. А что, по сути, такое теплопотери? Это разница между тем, что вы топите, и тем, что вы теряете. То есть, это и есть ваши теплопотери. Ваши теплопотери помещения напрямую зависят от ее герметичности помещения. То есть, если у нас герметичный хороший пластиковый стеклопакет с хорошими теплыми откосами, у нас стоят классные двери с уплотнительными резинками, возможно, тамбур из двух дверей, то теплу по факту некуда деваться из помещения, за исключением там стыков, неровных плит перекрытия и так далее. То есть, первый фактор, который мы должны понять, почему у нас в квартире холодно, это фактор того, что мы с вами не поменяли окна от застройщика. И поверьте, я планирую для вас сделать большой выпуск про пластиковые окна, где я вам расскажу, почему все-таки стоит от любого застройщика менять стеклопакет и на какой его менять, и какие факторы и критерии выбора. Об этом будет все в отдельном видео. Здесь я вам скажу, что обязательно нужно это делать, если вы хотите, чтобы у вас в квартире было тепло. Потому что, как бы хорошо вы не нагревали помещение, к сожалению, получается так, что окна от застройщика – это всегда бюджетный, компромиссный вариант. Даже если это Rehau 60, будьте уверены, это некачественные окна. Тем более, очень важно в окнах еще, как осуществляется монтаж. От монтажа зависит очень многое, и в большинстве случаев монтажники халтурят, устанавливают окна через одно место, и в результате у нас вроде как должно стоять нормальное окно, но теплопотери у помещения все равно большие. Поэтому фактор номер один, почему вы как бы топите помещение, а все равно холодно, в том, что у вас не поменены окна. Фактор номер два очень сильно зависит от схемы подключения ваших радиаторов. Вы знаете, что есть последовательная схема подключения, когда идет, допустим, поворот, и один радиатор подключается крестовиной второй. Это называется последовательная схема. Есть лучевая схема разводки, когда от гребенки каждый отдельный радиатор подключается отдельно. Минусы первого подключения последовательного в том, что у вас всегда последние радиаторы на этой схеме более холодные или просто холодные, чем первые, к которому приходит теплоноситель. Поэтому я всегда рекомендую использовать лучистую схему отопления. Дальше. То, что важно, то, что вам не расскажет ни один человек, который работает в управляющей компании. То, как проложена труба. Ведь вы поймите, что когда по трубе идет тепло, труба тоже отдает тепло в пол. И вот сейчас вам вывожу фотографию, как сделано непосредственно у меня. Вот вы видите радиатор от застройщика. И обратите внимание, красное и синее – это не утепление на этом радиаторе. Это гофра. А что такое гофра? Это всего лишь пластмасска. Если в такой гофре у вас проложено, как и у меня, в полу проложены трубы, то, соответственно, у вас очень хорошо греется пол, и основная часть тепла у нас уходит на отопление пола. И, по сути, не радиатора. То есть мы платим за отопление пола, которое по факту нам не нужно. А здесь очень важно понять, что у трубы, которая идет в полу, должен быть утеплитель, так называемый флекс. Но ни в коем случае не гофра. Гофра – это совсем другое у нее предназначение, но никак не защищает трубы от теплопотерь. Поэтому ваша труба, которая заходит в квартиру, обязательно должна быть утеплена, чтобы не отдавать тепло в пол, потому что же это не труба теплого пола, это труба, которая идет к радиатору. Если же все же у вас сделано вот так, как я вам показал, и вы вдруг где-то обнаружили, что это гофра, это означает, что все трубы нужно по квартире перекладывать. Иначе у вас пол будет слишком высокой температуры, стяжка будет трескаться, клей, если у вас там плитка лежит, тоже будет пересыхать, и, соответственно, у вас будут проблемы. Этим очень часто грешат застройщики. Ну и мы подошли к самому важному, к теплосчетчику. То есть мы прекрасно знаем, что если теплосчетчик есть, он считает, и так выгоднее, если его нет, то это совсем невыгодный тариф, и вы платите по общему. Давайте теперь поговорим о том, как работает теплосчетчик, и что вам нужно знать как потребителю. Ну, во-первых, вам нужно знать, что теплосчетчик работает от трех параметров. Первое – это температура входа у вас в квартиру с вычетом температуры обратки на выходе, плюс третий фактор – количество циклов. Это очень важный момент, потому что многие об этом не знают, что теплосчетчик считает еще количество циклов прогнанного теплоносителя у вас по вашим трубам внутри вашего помещения. О чем это нам говорит? Если вы когда-нибудь встречались с тем, что у вас очень часто завоздушиваются батареи, и не понимали, почему это происходит, то ответ очень простой. Как в моем случае, значит, застройщик, он же обслуживающая компания, даже при установленных теплосчетчиков, зарабатывает на отоплении. Как это происходит? Во-первых, он укладывает трубу в гофре, чтобы больше тепла вам отдавалось в пол. До батареи не доходила максимальная температура. Вы их выкручивали на максимум, поднимали температуру, и большее количество циклов прогоняли. Также этому способствует количество загнанного газа в систему. Вы не поверите, но очень многие обслуживающие компании этим грешат. Они вместе с теплоносителем подают еще небольшое количество газа, соответственно, у вас большее количество циклов проходит ваш теплощетчик, который показывает большие показатели, чем по факту есть на самом деле. Отсюда и такие большие счета, и такое некачественное, неэффективное отопление. Мы, в принципе, разобрали практически все факторы, которые на это влияют, и то, что вам нужно знать. Поэтому самая большая и самая правильная рекомендация для вас, если вы только начинаете делать ремонт или планируете ремонт, ставить автономное отопление, прокладывать его правильно в утеплителе, получистой схеме разводки и контролировать самому температуру теплоносителя. Только в таком случае вы можете быть уверены, что вы платите ровно за то, что вы потребили. В одном и другом случае нужно понимать, что если есть какое-то звено наподобие обслуживающей компании, которая подает вам теплоноситель, они будут стараться на этом как можно больше и больше заработать посредством циклов, посредством того, что у вас труба проложена, так, чтобы вы обогревали те части квартиры, которые вам не нужны, посредством того, что они пластик поставили, самая дешевая у вас квартира. Чем больше теряют, тем больше вам нужно отапливать, тем больше управляющая компания на этом зарабатывает. Поэтому ставьте автономные системы самостоятельно, если для вас, так же, как и для меня, важно, чтобы это было сделано правильно, грамотно, оформляйте подписку на этот канал. Я очень много рассказываю информации, которая будет актуальна для ремонтов или для будущих ремонтов, которые вы планируете. Поэтому ставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, возможно, вы обнаружили какие-то моменты, которые влияют на качество отопления в вашей квартире и в разрезе тепла от застройщика. С вами был Антон, канал Фундаментальный подход. Всем пока!